Прежде чем я начну проповедь, а я вчера был здесь, и мы несколько часов учились, и сегодня я понимаю, что у нас есть еще другие, новые люди. Но мне интересно, сколько из вас были здесь вчера? Слава Богу, достаточно много. Это хороший знак, что вы вернулись. Для остальных, кого здесь не было и кто не слышал меня, сестра сейчас делилась некоторыми вещами, которыми я вчера служил, и я уверена, что они это записали. Поэтому я хочу вас вдохновить найти эти записи и прослушать. Потому что такое фундаментальное учение вы не услышите каждый день. Это то, на чем специализируется наше служение. И мы путешествуем по всему миру и ищем людей, у которых сердце горит для Бога. Потому что Бог говорит, у которых есть, им дастся еще больше. Вы уже ходите в том, что гораздо больше, чем какие-то любые другие люди в других странах. Но мы должны быть осторожны и не сравнивать нас с другими людьми. В Ефесянам 4, когда апостол дал четыре вида служения, апостолы, учителя и пророки. И он это да для того, чтобы укрепить вас в служении. Чтобы вы могли расти. Не так, как коринфианы, которые оставались в младенчестве, как я делился вчера. Вы должны вырасти, но не в физическом мире, а в духовном. И самое главное, что вас не должно бросать туда-обратно, когда меняется какая-то доктрина. Я делился вчера о свидетельстве Духа Святого, которое было дано нам в тот день, когда мы получили спасение. И нас особо никто не учит, как с этим обращаться. Если бы мы поняли, как с этим обращаться, мы бы не стали верить столько лжи, которая в наших жизнях присутствует. Потому что мы не проверяем определенные вещи духовно. И пытаемся в физическом мире, через естественный разум, это осознать. И очень много раз мы приходим к выводу, и нам кажется, что это правдивый вывод, но на самом деле это не так. И вот эту тактику использует Сатана для того, чтобы разделить нас между разными учениями. И все люди, которые верят в абсолютно разные вещи, могут подтвердить это разными местами в Писаниях. И когда у тебя есть те отношения с Богом, которые я искал много лет назад, о чем я рассказывал вчера, я не мог найти ни одного проповедника, который бы смог мне в этом помочь. Но я влюбился в Господа, я просто хотел знать Его. И я просто читал свою Библию, обращался к Богу и Духу Святому. И я поделился вчера, как нужно читать Библию в духовном мире, а не в физическом. И я поделился вчера, сколько прогресса я добился, общаясь посредством Библии с Духом Святым, не имея прямого контакта с Богом. И я управлял... Мир Духа Божьего управлял в моем сердце. И как и происходило все это общение до того момента, пока я не научился общаться с Богом в обе стороны, иметь этот диалог. И вот где я сейчас, теперь я имею этот двухсторонний диалог. Видите, у меня есть опыт. Если что-то мне непонятно в прямом диалоге, я могу проверить это. Потому что дьявол, он обманщик, он обманывает. Он может приходить как ангел света и давать те мысли, которые вам будут казаться правильными. Написано в Библии, что есть пути, которые кажутся прямыми человеку. Это те методы, которые дьявол использует на серьезных христианах. Он будет использовать Писания. Будет давать их в таком свете, чтобы выпускать ключевые места Писания. И через естественное человеческое разумение, он приведет вас к выводу, который не является правдивым. Но вы начнете верить, что это правда. Но проблема состоит в том, что как только вы начинаете во что-то верить, вы высвобождаете свою веру в это. И с этого момента вы перестаете искать ответ на этот вопрос. Вы уже понимаете, что вы это знаете. И я делился об этом вчера. И я спросил Бога, какая причина номер один тому, что дети Божьи, и как я видел по всему миру, не знают каких-то основных вещей, которые Бог хочет, чтобы они знали. И причина номер один заключается в том, что нам кажется, что мы знаем. То, что нам кажется, что мы знаем, удерживает нас от того, что мы должны знать. То есть я вам хочу немножко еще рассказать. Когда ты думаешь, что ты что-то знаешь, ты больше не читаешь Писание, и перестаешь искать ответы на этот вопрос. Потому что в своем разуме ты уже знаешь правду. Все в порядке, если эта правда действительно является правдой. Но если это неправда, и она просто выглядит таковой, это значит, что какая бы ни была правда, дьявол ее украл у вас. Потому что у вас закрыты уши от правды теперь. Если даже кто-то придет и начнет говорить эту истину вам, у вас сразу выстроится стена, потому что вы уже в своем разуме знаете правду. И когда это происходит, то в этой области мы получаемся обмануты и заперты дьяволом. Второе Тимотею 24-26. Я не буду детально описывать это, но я хочу, чтобы у вас было это место Писания. А он говорит о людях, которых дьявол может поработить по их воле. Когда дьявол кого-то порабощает, я никого спасти из этой тюрьмы не могу. Я знаю, кто они, я знаю, что Бог для них придумал. И я вижу это в людях. И если бы я мог, я бы просто разрушал эти стены и просто вызволял их на свободу. Но я тебя в эту тюрьму не загнал. Ты сам себя в эту тюрьму загнал. И поэтому ты должен перестать делать то, что заставило тебя попасть в эту тюрьму. Бог дал нам заповеди, чтобы все мысли были под управлением Господа Иисуса Христа. Прежде чем ты высвободишь свою веру во что-то, например, наши чувства, они воспринимают информацию. Мы думаем о всем, о чем, что мы уже знаем. И приходим к выводу. Это естественный физический мир. Так нас тренировали в школе, мы так выросли. Но это не Божьи пути. Это система. И дьявол — это автор этой системы. Да, в физическом мире эта система работает. Но в духовном мире она не работает. Я вчера делился 1 Коринфянам 9, 2-16. Но во 2 Тимофею сказано, что служитель Господень должен быть способен учить терпеливо. Я говорю о том, что когда ты хочешь помочь кому-то, кто в тюрьме, первое, что надо спросить, ты знаешь, как ты попал в эту тюрьму? Дьявол приходит как ангел света, говорит точно к тебе или говорит к служителю. И ты сидишь и в физическом мире это все воспринимаешь. Он может использовать Писание в определенном порядке, выпуская параллельно самые важные места Писания, и что все в совокупности приведет тебя к выводу, который не является правдой. И в тот момент, когда человек оказывается в тюрьме, единственное, что может их освободить, это правда. Но это когда ты знаешь правду, правда тебя освобождает. Мое знание тебя не освободит. Я могу тебе передать правду, если ты ее примешь и поверишь в нее, тогда ты можешь освободить себя. Ты попал в тюрьму не делая то, что Бог призывает нас делать. Когда ты слышишь всю эту информацию либо напрямую, либо от кого-то постороннего, и ты приходишь к этому выводу, и тебе кажется, что это правда, нам приказано пленять помышление в послушании Иисусу Христу. Я делился вчера, что одно из заданий Духа Святого в нас быть свидетелем правды. Он не будет свидетелем лжи. Поэтому об этом нужно знать, начиная ходить с Богом в первую неделю. Я делился, как я использовал свидетельство Духа Святого, и как это незамедлительно работало в моей жизни. То есть, прежде чем высвободить веру во что-либо, потому что этот вывод, который я сделал в своей голове, это либо правда, либо нет. Я спрашиваю Духа Святого, правда ли это? И если это правда, Дух Святой мне засвидетельствует. Если Он мне засвидетельствовал, я спокойно могу освобождать в это свою веру. А если Он не засвидетельствует, я в это ни за что не поверю, мне все равно, кто вообще, что все остальные на планете в это верят. Эта защита была дана нам в первый же день, когда мы спаслись. Но навряд ли кого-то когда-то этому учили. Или как это использовать. Я не осуждаю пасторов. Я просто хочу сказать, что я путешествовал по всему миру, во все возможные деноминации. И вот эти основы никогда, нигде не учились на семинарах. И причина, по которой это не училось, потому что те, которые должны были это учить, им это не рассказали, и тем тоже не рассказали. Тело Иисуса Христа не получило это неразумение за одно поколение. Мы наследовали очень много. Проблема в том, что каждое поколение, оно добавляет еще немножко непонимания к этому и передает это. На определенном пути вам нужно взять ответственность за себя. Мы хотим научить нас самих, чтобы слышать доказательства от Бога. Во втором Тимофею, например, ты делишься с кем-то, кто находится в тюрьме, и ты знаешь, что они верят в лжи, и ты знаешь правду. Но они в тюрьме думают, что они знают правду. Если ты пытаешься им это объяснить через естественное разумение, я гарантирую, что у тебя будет как минимум ссора. Потому что ты двигаешься из физического мира, несмотря на то, что ты говоришь правду, у дьявола есть доступ. И этот человек, он будет защищать это своей жизнью. И потому что они верят, что это правда, а ты пытаешься эту правду у них забрать. Даже если ты знаешь, что это неправда. Что же он сказал, первое нужно сделать? Мы не должны спорить. Вот что первое нужно сделать, когда ты видишь кого-то в тюрьме. Но мы должны быть способны научить. Это значит разрушить и показать все части. в надежде, что Бог ему даст уши, чтобы слышать. Потому что, если Бог не даст ему уши, чтобы слышать, не имеет значения, сколько ты будешь говорить, этот человек все равно не услышит. и по какой-либо причине, Бог не принял бы решение дать уши тем, кто могут слышать, благословляя их. Скажу честно, бывают минуты, когда ты понимаешь, что ты не там, где ты должен находиться. и я тогда обращаюсь к Богу и взываю о помощи, чтобы он кого-нибудь ко мне с правдой послал и дал мне ухо, чтобы слышать. Но если кто-то нацелено, направлено хочет оставаться в неведении, и ты пытаешься им помочь, ты просто разбрасываешь жемчуг перед свиньями. Вот и все. И эти слова, они считают ничтожеством. Бог не дал им ухо, чтобы слышать. 1 Коринфянам 14,13 написано, пусть те, которые находятся в неразумении, не разумеют. И вот во 2 Тимофее ты не споришь, ты аккуратен, не ругаешься. просто делишься тем, что Бог открыл тебе, как направляет Дух Святой. И тогда Бог, Дух Святой, начнет подтверждать в их сердце, что ты говоришь. И в тот момент, когда Бог даст им это ухо, и они слышат правду, и Дух Святой обличает их и говорит, что это правда, то, что ты сказал, тогда просто то, что они верили, выйдет наружу, они поймут, что это неправда. И вот это то, что они должны сделать, чтобы выйти из своей тюрьмы. И если они начинают искать ответы, но с того момента, когда они нашли его и верят, что это ложь, ответ, но когда они поймут, что это ложь, они перестанут в это верить. В тот момент, когда они перестают в это верить, их вера к ним вернется. И теперь то, что они сейчас услышали, они уверены, что это правда. И они могут высвободить свою веру в правду. И дверь тюрьмы открыта, они свободны. Кроме этого, другого выхода нет. Вот так это работает. Но дьявол, он эксперт. И он защищает тех людей, которых он держит в тюрьме. потому что вокруг у нас есть люди, которые находятся в одной и той же темнице, веря в одну и ту же ложь. И он хочет сделать так, чтобы они никогда не поверили в правду. Даже если кто-то это когда-то слышал, у этого человека, у этого человека, например, проблемы с высвобождением веры. И он не может высвободить веру в эту правду, потому что он уже высвободил веру в обратное. И вот что приходит к вам на ум. ты не можешь поверить в правду, если ты не разберешься с ложью. Если вдруг ты верил во что-то, а потом однажды услышал что-то другое от другого человека один раз, навряд ли ты поменяешь свое мнение, просто вернешься к тому, где ты был. Не так легко выбраться из этой тюрьмы. Я делился вчера, что есть разница между физическим миром и духовной реальностью. Проблема в том, что многие люди, они двигаются исходя из физического мира. И Писание говорит очень четко, что плотское не может понять духовное. Это две абсолютно разные системы. Как компьютеры, порой они даже несравнимы. Это такое, представьте, что у вас есть Intel-компьютер и Apple-компьютер. И программное обеспечение одного не работает в программном обеспечении другого. Обе системы работают, но они несравнимы. Наше учение, чтобы понимать вещи, это как компьютер. И он развивается в нас из естественного мира. И мы можем перерабатывать физическим естеством информацию. но Писание ясно говорит, что плотское не может переработать то, что духовное. Это совершенно другая система. Эта духовная система, она намного более развита. поэтому программное обеспечение Царства Божьего не пойдет на земном компьютере. Только Дух Святой может открыть духовную реальность. поэтому мы должны позволить Богу, чтобы Он выстроил в нас новую систему переработки информации. Наше естественное понимание должно быть пленено в помышление Иисуса Христа и чтобы сделать так, чтобы Дух Святой провел это через свою систему и дал нам копию, выписку, что самое лучшее для нас делать. И если мы позволяем этому происходить, то все становится очень четко. Но мы все время пытаемся понять программное обеспечение Царства Божьего земным компьютером. И это глупо. Но мы все равно продолжаем это делать. Одна причина, по которой мы продолжаем это делать, нам никто не предлагал альтернативную систему. нам никто никогда не говорил, как это делать в Духе. Поэтому мы просто используем старый метод. А время от времени мы смиряем себя, обзываем к Богу, и это двигает нас в Духе, и там мы можем слышать какие-то вещи из духовной реальности. И Дух Святой передает нам определенные вещи. Проблема в том, что мы это слышим, но все равно возвращаемся к физическому миру, и пытаемся это там испробовать. Потом ничего не выходит, и нам становится очень тяжело. То, что просто в духовном мире, невозможно в физическом мире. если ты пытаешься сделать какие-то вещи, думаешь, Боже, как это тяжело, это плод того, что ты находишься в физической реальности, а не в духовной. Потому что в духовной реальности ты не пытаешься что-то сделать, это уже сделано. Я вам дам иллюстрацию. Представим, что я был бизнесменом, и вот я смотрю рекламу и вижу, что рекламируют программное обеспечение для моего компьютера, подходят для меня. И они обещают, что мой бизнес станет более продуктивным и более легким. И вот я прихожу в магазин и покупаю это программное обеспечение. Приношу домой. У меня есть одна маленькая проблема. У меня нет компьютера. И вот я открываю упаковку, достаю диск. Беру, прихожу на кухню, кидаю в тостер. Ставлю легкоподжаренный сильно поджаренный. Нажимаю на кнопку. И что же произойдет с этим обеспечением? Оно растает. Потому что тостер не может работать как компьютер. И если вы увидите, что кто-то это сделал, покажите мне его. через три дня я покупаю это программное обеспечение, снова засовываю в тостер. И годами могу покупать и закидывать программное обеспечение в тостер. Каждый раз вижу рекламу, снова засовываю в тостер. у вас есть шанс заставить компьютерное обеспечение работать в тостере, чем заставить духовный мир работать с законами физического мира. Мы тратим всю свою жизнь, пытаясь, пытаясь, пытаясь заставить духовный мир работать так, как физически. Но Слово Божье говорит, это невозможно, это не сработает. Я просто хочу дать небольшую зарисовку, как ходить с Богом. У меня нет времени, чтобы поделиться всем, но без видения говорит Бог, мои люди погибают. ты не можешь что-то починить, если прежде не поймешь, что это проблема. Как только ты принимаешь, что в этом есть проблема, и перестаешь делать какие-либо оправдания, и мы смиряем себя перед Богом, и просим Его простить нас, простить нас за то, что мы хотели быть Господином, потому что когда ты в физическом мире, ты сам себе Господин. Причина, по которой многие люди не могут действовать в духовном мире, это что мы не можем быть господинами своей жизни в духовном мире. Иисус Господь в этой реальности. Как же дьяволу удается нас убедить во всей этой лжи? Я не рассказывал вчера, я просто бросил эту скрипцию, но не у нас недостаточно времени, я просто хочу вам дать местописание. Но 2 Коринфянам глава 11, я точно не помню какой стих, но там написано, что дьявол превратил себя в ангела света. и неудивительно, что его служение может превратиться в служение правды. 12, 13, 14, 13, 13, 37, 37, он превратил 2000 лет назад в ангела света. Он сам себя превратил много тысяч лет назад в ангела света. Это самое опасное для серьезных христиан. Потому что многие знают дьявола, который приходит как рыкающий лев, как зло из-под земелья, когда он приходит как соблазнитель, и когда он пытается какие-то плотские вещи воплотить. Но очень мало людей понимают его тактику, когда он приходит как ангел света. И в теле Христовом в этом плане дьявол был наиболее эффективным. Он нейтрализует тело Христово, чтобы мы не были опасностью для дьявольской команды. Помните, что он вор. Он хочет украть наше наследие от нас. Я не говорю о том, что попадете вы на небо или нет. Я говорю о том, какую честь вы принесете Богу, когда вы туда попадете. Все хотят одинаковую позицию на небе. Но есть определенные вещи, которые определяют, где ты будешь находиться там. То есть, что мы делаем сейчас? Мы влияем на какие-то вещи в вечности. Но есть очень много наследия, которое доступно для нас в этом физическом мире. И он ворует это у большинства детей Божьего. они даже и в части того, чем могли бы мы наслаждаться, не ходят. Невозможно для дьявола обманывать, воровать, обкрадывать нас, если мы живем и двигаемся в духовной реальности. В тот день, когда мы спаслись, мы были высвобождены из тьмы в царство Божьего Сына. Я делился вчера временно описано Его царство, праведность, мир и радость в Духе Святом. Там мы начали. Дел еще никаких не сделали, никакой зрелости нет. Это было от благодати, по вере. И вот мы в Его присутствии. и нам никогда не следовало оставлять Его присутствия. Мы должны были там остаться и вырасти. И сейчас христиане, они становятся взрослыми, намного быстрее, чем вы можете себе представить. Но, опять же, нам никто не рассказывал фундаментальные вещи, как жить в Духе. Потому что мы уже поверили определенным вещам, которые заполнили все возможное место. Сейчас расскажу об этом поподробнее. Но я хочу вам рассказать, как просто дьяволу заставить вас поверить в ложь. Если вы двигаетесь из физической реальности, если вы используете человеческое разумение и человеческую мудрость. Я солдат Иисуса Христа. Моя задача была выучить тактику врага. Я понимаю, какие устройства он использует. Бог меня провел от того, где я был и кем я стал. до того, как прийти к Богу, я не знал Божьи пути. Я должен был их выучить. И также я не знал пути дьявола, и их я тоже должен был выучить, чтобы познать, что меня останавливало. Поэтому я знаю оба пути, и Божий, и дьявольский. Я знаю его трюки. И самый большой камень преткновения для большинства христиан это проблема господства. Но это должно было быть в порядке в тот же день, в который вы получили спасение. Когда я рассказывал вчера о том дне, когда произошел мой надлом, и в этот день проблема господства была решена, и я к этому не возвращался. Один день за один день он стал абсолютным господином моей жизни. Я принял решение доверять ему всем своим сердцем. Я влюбился в него, он стал моей первой любовью. Это тот камень, который заложился в фундамент моей жизни. Мы удивляемся, почему у нас нет крепного фундамента. Многие люди даже не позволяют пару камней заложить в свою жизнь. А Иисус это камень основания. Если ты ему не доверяешь, если он не является твоей первой любовью, если ты не являешься послушным его господству, то этот камень основания не находится на правильном месте в твоей жизни. И очень тяжело и даже невозможно получить хорошее духовное основание. Поэтому это должно быть сделано в начале. И только потому, что я сделал это в начале, я мог постоянно находиться в его присутствии и познавать его. вчера я делился Иоанна 17,3 о даре вечной жизни, который есть у нас. Там написано, что мы можем знать Отца Иисуса очень лично. Никого, из которых проповедников я знал, никогда не говорил это мне. Я просто говорю вам, имея опыт 47 лет путешествий по миру, когда я отправляюсь в то место, где люди на самом деле чувствуют, что они образованы, вот она со мной вместе едет, она мой немецкий координатор. Немцы считают, что они очень умные. Но если ты думаешь, что ты настолько умен, что дьявол не может обмануть тебя, у меня есть новости для тебя, ты уже обманут. Ты самый легкий человек на планете, кого можно обмануть. Чем больше веры у тебя есть в то, что ты сам можешь руководить своей жизнью, тем больше дьявол может тебя обманывать. 47 лет назад в нашу церковь пришел человек. Похож на меня, путешествует по миру. И он был известен как хороший учитель. А он был из Англии, я никогда не видел англичанина, только по телевизору. Я был взволнован, хотел увидеть его. 300 людей в церкви. И когда они его представили, он сказал, то, о чем я хочу говорить сегодня, разница между правдой и правдивостью. Истиной. разница между правдой и истиной. Но в своей голове я сказал, в чем же разница, если правда и истина. И он сказал, прежде чем я начну учение, я хочу поделиться историей. я приезжаю в эту часть Соединенных Штатов раз в год. И это восьмой год подряд, когда я бываю в этой церкви. и каждый раз, когда я уезжаю, он стоит в дом у моих лидеров, доктор Куна, медицинский доктор. И каждый раз, когда я приезжаю, я останавливаюсь у доктора Куна и показал на него дома. Он очень образованный человек. он знает проблемы английских людей. Он даже навещал меня у меня дома. Поэтому он знает, как у нас все происходит. А он знает все наши привычки, как мы чай пьем каждый день. И сейчас я уже восьмой раз с ним остаюсь. И ни разу он мне не предложил чашку чая. Но что за гостеприимство? Он останавливается некоторое время, чтобы мы все могли осудить брата Куна как ужасного хозяина. И я прямо на него посмотрел. Думаю, ну как можно вообще так? У меня больше чувств, чем у тебя. Ну ты же доктор. я знаю, что англичане чай пьют. Я бы ему чашку чая предложил. И после того, как этот проповедник дал нам какое-то время осудить этого брата, и он сказал, все, что я вам сказал, это правда. И ничего в том, чтобы я вам сказал, не было ложью. Все было правдой. Но я упустил один очень важный факт. Первый раз, когда я приехал в ваш город, доктор Кун забрал меня из аэропорта, привез к себе домой. И я сказал, доктор Кун, вы знаете привычки англичан, как они пьют чай каждый день. но не беспокойся о том, чтобы мне предлагать чай, я его не люблю. Я оставался в тысячах домах по всему миру, но никогда я не оставался в доме, где ко мне относились более по-царски, чем в доме доктора Куна. он и его жена это самые гостеприимные люди, которых я когда-либо встречал. И кстати, а как вы оценили доктора Куна как хозяина? И на зданий пришло обличение, включая всех лидеров. Мы все осуждали его, что он плохой хозяин, основываясь на тех словах, в которых не было ни одного места лжи. И этот человек, который говорил, превратил всех нас, всех 300 к одному выводу, что этот доктор это плохой хозяин. И он ни разу не соврал. но мы все поверили в ложь. Потом он проповедовал два часа, рассказывая, как дьявол просто добивается разделения в церкви, почему есть разделение в теле Христовом, как он заставляет нас верить в ложь. и он давал очень много ясных и четких мест писания, но потом выпускал какие-то очень важные. Когда ты думаешь об этом с физической стороны, ты начинаешь приходить к определенному выводу. Мы высвобождаем веру в то, что услышали, обводим такую рамочку, вот то, во что мы верим. Приходим к другой группе, они тоже используют это естественное мышление, даем им те же места писания, но теперь те, которые он не дал одним, он дает их другим. И они немного к другому выводу придут. на каких-то вещах они согласятся, но других нет. Потом он даст им списание, место писания, как можно ходить в единстве, если вы не согласны. То есть мы не согласны над этой доктриной. А мы пойдем сюда, а вы идите туда. И дьявол разделяет людей по всему миру. Вам никогда не было любопытно, когда вы смотрите на какую-то другую церковь, и они верят во что-то другое, отличное от вас, и вы на 100% уверены, что у вас правда. И вы видите несколько вещей, которые они делают, но вы знаете, что это неправда. Поэтому они вообще неправы. но мы не видим эти неправильные вещи в нас. Я говорила об этом вчера. И я могу пойти к ним, и у них вообще никаких проблем не будет, но они видят эти неправильные вещи в вас. это удивительно, как какие-то глобальные динаминации поколениями с тысячами и тысячами служителей, сотнями теологистов с докторским званием, и у них они есть, так же как у других групп. И они ссорятся, спорят и выясняют что-то поколениями над какой-то одной вещью и никогда не могут убедить друг друга. Я вчера делился, как Павел говорил с Коринфянами в 1 Коринфянам 3. Он говорил, что они плотские, они младенцы. А он им давал молоко, они твердую пищу, потому что они не могли ее перерабатывать. Другими словами, они действовали из физического мира. это не значит, что они не делали ничего хорошего. У них были дары Духа Святого. Они использовали дары Духа Святого, но они продолжали верить в ложь тоже. У них были какие-то правильные вещи, какие-то неправильные вещи, но у них никогда не было ушей, чтобы слышать, какие вещи правильные, они, какие нет. то есть они действовали из физического мира, но по-прежнему была зависть и распри среди христиан и были разделения. Это было свидетельство тому, что они плотские, потому что один говорил «Я Аполосов», «Я Павлов», звучит знакомо. И обычно если я у кого-то спрошу «А вы кто?» И они отвечают «Я католик, я баптист, я пятидесятник». А когда они меня спрашивают «Кто ты?» Я говорю «Я христианин». У меня нет проблем с тем, чтобы пойти в баптистскую церковь, но я христианин, который может посетить баптистскую церковь. Или я христианин, который ходит в пятидесятническую церковь. Но вот с этими лейблами, с которыми люди себя идентифицируют, и если человек слышит, что ты баптист, то они уже не хотят слушать, что ты хочешь. Не буду слушать пятидесятников, но пятидесятники вообще не заинтересованы в том, что там баптисты говорят. Все это является плодом плоти. Вы думаете, что Дух Святой во всех, кто родился свыше, как будто этот Дух Святой не знает, какая доктрина. просто как вы думаете, когда-нибудь, что разве не должен кто-то просто спросить у Бога правду? Но они этого не делают, они не понимают духовной реальности, они продолжают крутиться в земном. Я не говорю, что нужно сомневаться в каждом кусочке пазла, который у вас есть. Я говорю, что полная картина, которую вы ставите в рамку, ваша доктрина, является либо правдой, либо нет. Все просто. Поэтому, когда я спрашиваю у Бога ответа, ответ «да» или «нет». Я не хочу знать, почему это правда или почему это неправда. Или это правда, или нет. Поэтому, если кто-то что-то для меня такое презентует, я не собираюсь рассуждать о том, что для меня это значит, что для них это значит. Я просто Духа Святого спрошу. Тот вывод, к которому мы пришли, является ли правдой? И он тут же засвидетельствует мне. И если это правда, я тут же буду в это верить. И вчера я говорил о том, какие прекрасные вещи идут вместе с упаковкой спасения. Но если Дух Святой мне не засвидетельствует, я не буду высвобождать свою веру в это. Потому что тогда я забираю весь пакет. И да, очень много хороших моментов в этом пакете. но также там есть яд, который духовно будет тебя убивать. Или есть там какой-то вирус, через который у врага есть доступ, если размышлять как компьютер. Поэтому нужно быть осторожным, прежде чем что-то открывать. у нас есть антивирус на компьютере, чтобы ловить вирусы, но Дух Святой мой антивирус. Он проверяет все. Поэтому мне нужно, чтобы это работало. Опять же, основываясь на том, что мы думаем и знаем, если что-то заходит за рамки этого, у нас нет ушей, чтобы слышать. Я не пытаюсь заставить вас сомневаться в ваших доктринах. Потому что очень много вещей, которые мы воспринимаем, и они в порядке. Но мы допускаем ошибку, если мы думаем, что все это правда. Но и мы можем пропустить самое главное, потому что мы все в одну кучу сваливаем. И если бы я учил основные доктрины Царства Божьего, ты сделал бы таблицу Царства Божьего, а большинство людей бы поверили, что на третьем небе Иисус и Отец. И мы ждем, когда Иисус придет на эту землю, будет править тысячи лет. А после этого Отец придет. Новые небеса на земле будут созданы, и мы будем здесь навечно. И вот это нормальные вещи, которые мы думаем о Царстве Божьем. Когда Иисус вознесся, ангелы сказали, что так же само, как Он вознесся, Он придет назад. И вот мы ждем две тысячи лет, чтобы Он вернулся и устроил здесь Свое Царство. У фарисеев с ним были проблемы, потому что они были уверены, когда Мессия придет, тогда и Царство придет. Но они не видели этого, потому что римляны правили над ними. Они знали пророчества, что Иисус будет править. Но это не происходило. Поэтому они перестали верить в это. Мы намного умнее. Мы можем смотреть назад и знать, видеть, что происходит. А, я вижу, здесь две части. Сначала Иисус пришел как Спаситель мира. А потом Он придет и устроит здесь Свое Царство. Две части. И вот мы терпеливо ждем две тысячи лет. Многие христиане радуются сейчас. И они верят, что знаки показали, что время близко. И я согласен. А что делать, когда ты читаешь какое-то местоописание, но не подходит к этой картинке? Та картинка это знание то, что ты знаешь. Если об этом слишком долго думать, то у тебя появятся проблемы. Потому что начнешь спрашивать, во что же верит твоя церковь? И если вдруг ты кому-то из лидеров скажешь об этом, ты кто такой, чтобы спрашивать о доктринах нашей церкви? У нас тут теологи, у нас тут все. А ты кто такой? Ой, извините, что я вообще об этом сказал. Просто закрываешь свой рот и все. Но что же лидеры? Что вы делаете, когда вы видите какое-то местописание, которое не подходит к вашей доктрине? Или вы просто пытаетесь изменить Слово Божье, чтобы оно подходило под доктрину? Или мы должны менять нашу доктрину, чтобы оно подходило под Слово Божье? Забудьте доктрину, давайте назовем то, во что вы верите. Не обязательно это доктрина. Но что вы будете делать, если вы увидите четкое, простое местописание, которое не сходится с тем выводом, который вы сделали о чем-то? Многие люди, они так убеждены, что они знают правду, они даже не замечают этих писаний. Это удивительно, как некоторые читают просто эти местописания, и они даже не помнят. Это, как я вчера свидетельствовал о даре вечной жизни. Я спросил, что вы думаете, что такое дар вечной жизни? И почти сто процентов тела Христова, где бы я ни задавала этот вопрос, не могут на него правильно ответить. Но это четко, настолько, насколько это возможно. Это не где-то спрятано в Старом Завете. Это было в Евангелии от Иоанна, самая читаемая Евангелия. Это были слова Иисуса. Все читали это, но никогда не заостряли на этом внимании. Потому что все уверены в том, что мы уже знаем, что такое вечная жизнь. Вы, может, думаете, может быть, теологи увидели это? Их вся жизнь должна была быть посвящена тому, чтобы изучать Слово Божье. Как же они это не видят? Вы думаете, если бы он был бы теологом, то он бы сто процентов посмотрел одно слово «нет» на греческом. Но это не подходит к тому, что теологи уже знают. поэтому они просто это игнорируют. Не могу очень длительное учение дать вам. И у меня нет времени прочитать вам все места Писания, поэтому запишите просто их. И вы можете потом их прочитать. Иисус сказал Своим ученикам «Я ухожу». И Он ушел и послал Духа Святого. То есть, Отец Иисус на третьем небе и Дух Святой здесь и сейчас и мы ждем, пока Иисус придет. И мы уже ждем две тысячи лет. Правильно? И в четырнадцатой главе Иоанна у них последняя вечеря в восемнадцатом стихе Он сказал это ученикам. «Я не оставлю вас, я приду к вам. Я приду к вам». Но основываясь на том, что «Я знаю, Он не пришел, Он же умер, все». И все люди, которые умирают, они умирают, они не приходят. Что, Иисус соврал? Даже об этом думать не хочется, правда? Кто-нибудь думал о том, что это Местописание точно не должно быть в Библии? Об этом думать тоже не хочется, правда? Что же делать? Мы просто игнорируем это и идем дальше. Вот что мы делаем. В первой главе Марка, в девятом стихе, Он говорит ученикам, «Некоторые из вас, стоящие здесь, не умрут, пока не увидят Царство Божие, которое придет в великой силе». Они умерли, не правда ли? Я не видел никого в возрасте двух тысяч лет тут бегать. и основываясь на том, что мы знаем, Царство не пришло. Мы по-прежнему Его ждем. Что, неужели во второй раз уже нам соврал? Если бы я вас попросила обратить внимание на все, что Иисус говорил, пока был на земле, и вы бы расставили их в категории, на темы разделили бы, есть одна тема, на которую Он проповедовал больше, чем на другие. Как вы думаете, что это могло быть? Он пришел, чтобы умереть за нас, умереть за наши грехи на кресте. Как вы думаете, может быть, это что-то о спасении? Но нет. Большая часть Его слов была о Царстве Божьем. И Он проповедовал это со срочностью. Зачем кому-то проповедовать о Царстве Божьем, которое не придет по крайней мере две тысячи лет? Потому что все, кто Его слушали, они уже умерли. И это Царство Божье так и не пришло. Фарисеи и Саддукии следовали за Ним, куда бы Он ни пошел. И слышали, как Он снова и снова и снова говорит о Царстве Божьем. И оно идет. В Луке 17, в стихе 20-21, эти фарисеи разозлились, потому что они не задали Ему вопрос, они потребовали, когда придет Царство. И потом Иисус сказал что-то такое, что звучит очень глупо, исходя из человеческого разумения. Царство Божье не придет так, чтобы мы его видели. Вы не можете сказать вот оно, там оно, оно будет в вас. Ну, я понимаю, конечно, все, но как-то не могу представить, чтобы большое Царство в меня поместить или в вас. Это не имеет никакого смысла, понимаете? Вы спрашиваете, никто не увидит это Царство? Мы ждем, пока Царство придет. когда Иисус придет. И миллионная армия идет против этого. И Он стирает эту армию и берет полный контроль над этой планетой. Вы что думаете, этого никто не заметит? Как вы думаете, все сети, все новости не будут об этом говорить? Я вам гарантирую, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю это будет на экранах. То есть, о чем Он говорит? Потому что это не подходит ни к чему о том, что мы знаем. в 18 главе Луки в 17 стихе Он сделал еще одно заявление. «Будьте как дети, ибо ни один мудрый не войдет в Царство Божье». Очень какое-то странное заявление. Ладно, только ради учения. Давайте представим, что Иисус говорил правду. Давайте представим, что это не ошибка в Писании, на самом деле это место должно быть в Писании. «Было ли что-то, что имело место быть, пока ученики были живы, которое встретилось с Писанием, которое Он говорил? Было ли что-то, что пришло в великой силе и было в них? Было ли что-то, что произошло, пока они живы были? Как насчет места в Деянии, где описан День Пятидесятницы? Это тогда, когда пришла сила Духа. И впервые тогда эта сила была в нас. Многие люди, которые верили в дары Духа, мы понимаем много больше о силе Духа и Господня, чем кто-то, мы понимаем намного больше о силе Бога и о силе Духа, чем кто-то другой. Но если ты свыше рожденный христианин, у нас у всех один Дух. и мы можем позволять этому Духу проявляться через нас, через нас разными путями. И мы можем проявлять, можем позволить Духу Святому проявляться разными путями. и если мы не осторожны и думаем, что мы очень духовны, и нам кажется, что Дух Святой может в нас проявляться в восемь раз, кто-то может, в ком-то Дух Святой может проявляться четыре раза, кто-то его в двенадцать раз. А если я вам скажу, что Дух Святой может проявляться в пятидесяти тысячах разных видах, и я вам скажу, Дух Святой не будет в ваших рамках, и Он выскочит, когда кто-то будет верить еще во что-то. Если кто-то полностью подчиняется Духу Святому и позволяет ему делать все, что он хочет делать, то он будет проявлять себя так, как вы не представляли он будет себя проявлять. Когда я впервые увидел дары Духа, и я видел много даров по Его воле, и там были проявления Его. Это не игрушка, с которой играть. Это позволение Ему проявляться через нас определенным образом. Очень много кто-то проповедует о крещении, и одна из первых вещей это говорение на языках. В самом начале я об этом ничего не знал, я это увидел. Я увидел, как Он просто проявляется через это, как ребенок. Сказал Дух Святой, я хочу, чтобы ты проявлялся через меня, как ты хочешь. И если есть что-то внутри меня, что мешает это, ты мне покажи, и я покаюсь. И если мне что-то нужно сделать, ты мне покажи, и я это сделаю. Но я полностью подчиняюсь и делаю все, что ты захочешь. И спустя короткое время все дары Духа через меня проявлялись. И я не искал их. Я просто искал Его. Потом приходила какая-то нужда, и Бог наделял меня властью, чтобы я служил и делал что-то. И просто на служение эти дары проявлялись. Я ничего не делал, это Он делал. А моя задача была позволить Ему действовать через меня, не удерживая Его и не запрещая Его. Поэтому вся слава Ему. Говоря о том царстве, о котором Он говорил, Римлянам 14,17, это то описание, которое здесь и сейчас. Это праведность, это праведность стоять с Богом. Это произойдет только тогда, когда грехи омыты и чистый Дух и если ты в Духе, там будет мир и радость. Радость Господа и мир превыше всякого разумения. Это все в Духе. И начинается с Духом в нас. это начинается с того, чтобы дать нам власть, чтобы мы были в Духе, чтобы умертвить эту старую природу. То есть, когда мы только спаслись, Колоссянам 1,13, Он высвободил нас из тьмы, перевел нас в Царство Его Дорогоценного Сына. То есть, Царство Иисуса сейчас здесь в духовной реальности. То есть, ты хочешь сказать, что Он не придет сюда, как мы верили в это до этого? Да, конечно, Он так придет. Это следующая часть Царства, которая будет длиться только тысячу лет. Потом начинается фаза Вечности. Там любое слово, где есть Царь, есть Царство. Будет ли лучше в тысячелетнем Царстве? Конечно, будет лучше. Почему? Потому что у нас будут славные тела там. Мы уже знаем это в нашем разуме. Старая природа полностью уйдет. Сатана связан и заперт. Нет злого государства на этой планете. Это будет чудесно. Но это будет меньше, чем то, когда Отец придет и сотворит новое небо на земле. Это уже следующая реальность. Но то, что есть здесь и сейчас, Он дал нам новую природу, чтобы мы могли наслаждаться частью нашего наследия. не все, но мы должны начать пробовать и наслаждаться этим. Как только мы становимся детьми Божьими, Он в ответе за нас. То есть, обязательно должно быть какое-то место, где мы можем жить, существовать, где дьявол не может нас уничтожить, потому что Ему там нет места. Но ты не можешь жить в этом месте, если там правит старый Адам. Потому что к природе старого Адама у дьявола есть доступ. И все грехи осуждены во плоти. Поэтому нам нужно эту физическую реальность оставить, перейти в духовную реальность. И когда мы это сделаем, дьявола нет доступа к нам. Вот тогда мы входим в покой. Да, есть борьба в том, чтобы зайти туда, но как только ты там, ты входишь в покой. И это нам доступно уже две тысячи лет. И у Бога всегда было и у Бога всегда было слово, которое там утренировало. Но большинство не знает этого, потому что дьявол украл это. И мы заканчиваем тем, что у нас есть место, где дьявол все время нас побивает, а мы обижаемся на Бога, потому что он разрешает ему это делать. Если дьявол заставляет тебя страдать, и у тебя тяжелое время с дьяволом, то не Бог это допустил, а ты это допустил, потому что это твой грех позволил ему это сделать. И нужно смириться под руку Божью, перестать делать оправдания и осознать, что он должен быть господином нашей жизни. И это не только его право быть господином нашей жизни, это то благословение, которое у нас должно быть. Потому что он заплатил цену, чтобы мы были в реальности царства. Он архитектор нашей веры. Дух Святой нам дан был для того, чтобы научить нас всему, чтобы вести нас всякой истине. Но все это наследие в Царстве, а не в мире. Как только мы находимся в мире, мы действуем в физическом мире из человеческого естества. Может, даже лучше получится, чем у других. Но все потрясающие вещи, которые доступны через наше наследие в духовном мире, они недоступны в физическом. Все наше наследие, которое есть сейчас и будущее наследие, оно в Царстве Божьем. Поэтому, если мы будем работать в Царстве Божьем, Бог будет освобождать все больше и больше наследия для нас. Если есть какое-то обеспечение, у которого есть условия, то Дух Святой явно покажет какие-то условия, как их выполнить. И вы будете идти от благословения к благословению, и будете идти от славы к славы, и будете видеть все больше и больше Бога. это дар вечной жизни, это значит познание Отца. Я вчера делился Иоанна 14, 14-15, где Иисус сказал, «Любишь Меня, соблюдай заповеди Мои». Иоанна 17-3, Он говорит, «Я даю тебе дар вечной жизни, чтобы ты познал Отца через Меня». И Он дал нам именно в тот день, когда мы были спасены. основываясь на том, что мы знаем, какой это имеет смысл. Чтобы познать Иисуса и Отца, ты должен находиться в их присутствии. И основываясь на том, что мы думаем, мы знаем, Иисус и Бог на третьем небе. И только Дух Святой здесь. Тогда зачем Он дал нам этот дар, если оба из них где-то там? Почему Он не написал, что у нас есть дар Духа Святого, Того, Который здесь? Причина, по которой Духу Святому было лучше прийти, потому что Бог может проявлять Себя через Дух. Стих 21, 14 глава, Иоанн сказал, что те, кто соблюдают заповеди Мои, это значит, что ты признаешь Господа, что ты слушаешь Его и ты выполняешь, что Он говорит. И делаешь это, потому что ты любишь Его. Иисус сказал, это те, которые реально любят Меня. И те, кто любит Меня, Отец будет любить их. И Я буду представлять себя им. Слово проявляться в греческом значит, Я откроюсь, Я проявлюсь, и Я сделаю так, чтобы они Меня четко видели и знали. В стихе 23 написано, что те, кто соблюдает Слова Мои и любят Меня, Их будет любить Мой Отец. И мы, Отец Иисус, придем к Ним и сотворим там обитель, наше специальное место присутствия. Это дар вечной жизни в действии. Основываясь на том, что я думал, я знаю. Когда я ходил к пасторам и спрашивал, как мне прийти в присутствие Отца Иисуса, где они? Они мне объясняли, что они на третьем небе. И как ребенок, я спросил, а как мне туда попасть? Я говорю, сынок, ну тут возникнет проблема, тебе надо умереть, чтобы туда попасть. Да не хочу я умирать, я хочу просто знать его. И основываясь на этом нашем практичном земном знании, это невозможно. Поэтому Иоанна 17,3 никто не проповедует, потому что, основываясь на том, что мы знаем, это невозможно. Никто не говорил, что Иисус с Отцом могут прийти ко мне. И я хочу, чтобы вы понимали, это не автоматически. У этого есть условия. Я выполнил условия. И я наслаждаюсь этими отношениями 40 с чем-то лет. Моя дочь может это делать, мои дети могут это делать, мои внуки могут это делать. Все могут это делать. Когда ты выполняешь условия. Мы начали в Царстве, и мы не должны были никогда его покидать. Это не основывается на том, что ты знаешь. Это не основывается на том, какие дела ты делаешь. Это пришло по благодати, через веру. Если бы у нас было бы полное понимание этого в начале, и это все было было устроено в том первом решении, которое мы делаем. И если бы все жили так в церкви, учитывая то многолетие их пребывания христианами, у вас бы никогда не было бы сомнений, что вы можете это делать. И вы бы ту же минуту поверили в простое описание. Проблема состоит в том, что я могу вам дать простое описание, но у вас будут проблемы с тем, чтобы в него поверить. Потому что в тот момент, когда вы пытаетесь высвободить в эту свою веру, у вас возникает вопрос, потому что вы уже верите во что-то другое. И то, что вы думаете, что вы уже знаете, оно будет удерживать вас. И поэтому вам надо будет возвращаться назад и проверить, правдиво ли то, что вы уже как бы знаете. И проверить убеждение в том, правда ли то, что вам кажется правильным. и узнать, кто же автор той или иной мысли. И потом вера ваша вернется к вам. И вы можете высвободить ее в простую правду. И она начнет активировать это в вашей жизни. Это волнительные новости для меня, друзья. Это то, что мне Бог дает сейчас. Потому что я действительно верю, что время кончается. Время проснуться. Проснись, время кончается. И он дал мне основы духовного взросления. ты не можешь стать духовно взрослым, пока ты не станешь духовным. И здесь нет никакой связи между делами взрослых. Но очень серьезно нужно подумать о том, кто же будет господином. У вас есть свободная воля. вы можете господствовать над своей жизнью в любой момент. Но этого нельзя делать в царстве. Как только вы начинаете господствовать над собой в царстве, вы снова возвращаетесь в физическую реальность. если вы говорите, что я подчиняюсь Иисусу Богу, вам ничего не надо делать, чтобы оставаться в Духе. Вы просто расслабляетесь и наслаждаетесь Его присутствием. Как младенец, я просто изучаю царство. Что я могу делать? А многие здесь пытаются сделать что-то, чтобы заслужить что-то. И каждый раз, когда ты пытаешься что-то делать, чтобы что-то заслужить, вы снова не можете туда попасть. Потому что ни одна работа не сможет сделать более того, что Иисус умер на кресте. Вы начинаете видеть, как дьявол, какой он хитрый, какой он обманщик, какой он лжец. Столько людей, они недооценивают своего врага. Причина, почему дьявол так успешен, потому что он хочет держать людей в неведении, то, как он это делает. Но как только вы понимаете тактику врага, намного легче ее преодолеть. Много информации было сегодня и вчера. Вы должны понимать, что я учитель, и у меня школа одного класса. Я учу о вещах, которые в определенных областях, новые для каждого. Но вы все на разных уровнях. И как учитель, Дух Святой у вас, он будет перерабатывать информацию по-разному. И я хочу вам рассказать определенный трюк дьявола. У вас были уши, чтобы слышать, что я говорю здесь в последние дни. Вы знаете Духа Святого, и Он как только вам говорит, сразу запишите. И если было что-то сказано, но ваше ухо не было открыто для этого, не переживайте об этом, это просто было не для вас. Это было для кого-то на другом уровне. Каждый получает что-то. И у вас всех было ухо, открыто ухо, чтобы слышать, чтобы быть занятыми какое-то время. Но одно из самых знаменитых трюков сатаны, если вы услышали сто вещей, две из которых вы не поняли, Он вас заставит сфокусироваться на этих двух, которые вы не поняли, и оставит вас в неведении об остальных ста. Если у вас не было открыто ухо, чтобы это слышать, значит, вы не должны были это слышать. И если вы начнете силой это брать, то дьявол придет, как ангел света, и начнет объяснять это неправильно. которое начнет возбуждать вас сомнения об остальных вещах. И дьявол тут же захочет украсть это слово. И он займет вас, чтобы вы искали о каких-то следующих вещах, которые придет, и вы перестанете обращать внимание на вещи, которые вокруг. во второй Тимофея 3.17. Люди будут учиться, но никогда не поймут правду. Иоанн говорит, если ты не делаешь это, а только слышишь, ты просто обманываешь себя. Недостаточно просто слышать это и ждать, что еще что-то сейчас придет, и ты это услышишь. ты должен взять это слово, представить его перед Господом, попросить Господа, чтобы это слово работало в твоей жизни. И это процесс. Это значит, что что-то старое будет отходить, и что-то будет новое. Потому что, когда что-то новое приходит, она будет выставлять на показ что-то старое, что было неправильно. То есть, вы ищете в Писании, вы смотрите, вы размышляете, пока вы не будете убеждены, что это правда. И если вы поймете, что до этого вы верили в ложь, перестаньте верить в ложь, отрекитесь от этого, и начинайте верить в новое, и ходите в этом. И если вы будете делать это, вы будете расти в славе знания Божьего. Если вы этого не делаете, то вы просто обманываете себя. И у вас становится больше и больше вещей, за которые отвечать. Вы благословлены находиться в церкви, где вы слышите много правды. Но те, кому много донос, тех много спросится. Это серьезная проблема. Находиться где-то и не делать ничего. И это то, что дьявол хочет, чтобы мы делали. Если мы делаем это, мы превращаем себя в лицемеров. Мы обмануты. И мы думаем, что мы на самом деле правы. и опасность состоит в том, что дьявол может использовать вас, чтобы обмануть кого-то еще. Поэтому должны проснуться. Нельзя больше находиться в неведении Божьих и дьявольских путей. Это волнительное время. Много плохих вещей происходит на планете. Но для нас, кто серьезно заинтересован в хождении с Богом, мы должны радоваться и смотреть наверх. Потому что наше восхождение приближается. Аминь? Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса. Отец, Ты открыл мое сердце и я поделился с детьми то, что Ты дал мне. Господь, всем, которым Ты дал уши, чтобы слышать. Я молюсь, чтобы семя было глубоко в их сердце. И я молюсь, Господь, чтобы они это семя ревностно защищали. Чтобы они не разрешали дьяволу посещать это семя в последующие дни. Господь, в тот момент, когда они примут это семя, я знаю, что Ты его будешь поливать. И я верю, что мы принесем много плода для Твоей славы. И я даю всю славу Иисусу Христу во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok If you've struggled spiritually for years, if you're not where you should be in your Christian walk, if you're determined to finish the race that God has set for you, then this book, Wake Up, Time is Running Out, Volume 1, Foundations for Spiritual Maturity, is written for you. This book by Joseph Hedgecott will give you details and instructions on how to identify hindrances in your life and how to overcome them. It will give you practical examples of how to get into God's presence and to stay there and how to allow all things to pass away and things to become new. It will teach you how to be in your Father's arms and allow Him to discipline you and to encourage you and to bring you on and move you forward, to lay a right foundation that can be built on by Him later on. If you want to grow in your Father's arms, if you want your Father to teach you, if you want to grow spiritually, then this book is available from www.solm.org.